Ну что ж, всем доброго времени суток и приветствую на канале Airzone Game. Сегодня мы с вами посетим новый проект, который, как вы можете заметить, называется Rise. Расположенный на мультиигровой платформе Alt-V. Да-да, Alt-V еще жива, и там открываются проекты. Вот на него-то мы сегодня и зайдем. Проект Rise. Ну и по традиции начинаем с меню персонализации, которое мне очень даже понравилось. Первое, что бросается в глаза, хорошо подобран дизайн. Дизайн помещения, в котором находится наш персонаж. Второе, это его вращение. Можете заметить, снята вот эта дурацкая анимация, когда он крутит башкой в разные стороны, делая какие-то телодвижения, которые в основном мешают только настраивать персонажа. Здесь этой анимации нету. Ну а по остальным настройкам, по точным детализированным настройкам, тоже претензий нет. Все сделано доступно, крупненько, читаемо, все интуитивно. Придирка только одна. В этих настройках урезан функционал. Что я имею в виду? Здесь очень бедный выбор, например, бровей. Очень бедный выбор бородок. И очень бедный выбор причесок. В остальном все стандартно. Ну а как это оформлено, визуально вы сейчас видите. Все очень удобно, все плавно, мягко двигается. Очень замечательно сделано менюшечка. И по красоте, и по дизайну, и в общем-то по функционалу. Никаких претензий вообще нету. Давайте настроим как-нибудь персонажика нашего, сделаем его каким-нибудь уникальным и начнем отправляться в наше путешествие. Ну и перед тем, как мы выйдем в открытый мир, я должен сказать, что проект Rise вышел в ОБТ. Это еще не релиз. Это ОБТ. А вот в каком виде он вышел в ОБТ, мы с вами и посмотрим. И начинаем мы с вами эту экскурсию по проекту Rise от входа в здание отеля. Здесь сделано три точки респауна новичков. Это аэропорт, это морской порт и это здание гостиницы. Мне выпало здание гостиницы. И тут же я должен отметить, что это одна из уникальных фишек, которую надо бы взять на вооружение многим проектам. Это здорово. Все новички не толпятся в одном месте. Три точки, они выпадают рандомно. Вот мне выпал отель. Кому-то выпал аэропорт, кому-то выпал морской порт. Сделано здорово. Это гениальное решение для того, чтобы не было столпотворения в одной точке. А я такое показывал на своих обзорах не раз. Ну и так как все игроки, пришедшие на открытие, рассредоточены по всей карте, по трем точкам респауна, на вас встречает тишина, спокойствие и никакого хаоса. Подходим к первому боту, который дает нам задание. Да, здесь есть линейка начальных заданий, знакомительных заданий. По ней мы сейчас и пойдем. Пойдем по этой линейке и будем потихонечку рассматривать данный проект. И надо сразу же сказать, что линейка квестов ничего особенного из себя не представляет. Пойди туда, поговори с тем, получи задание. Вот такое, как всегда. В общем, такой стандартик. Но выполнен он неплохо. Как оформлено, вы тоже сейчас все видите. И в отличие от того же 5M, здесь все задания либо автоматически вам прокладываются на навигации, либо вы сами через меню, которое выведено на букву B, прокладываете его себе в ту или иную точку, куда вам надо. К сожалению, телефон здесь тоже не особо функциональный. Здесь есть вызов такси, вызов скорой полиции и так далее. Ну и в общем-то какие-то дополнения, которые роли никакой не играют. Той же самой навигации в телефоне нету, но она есть на клавишу B, меню персонажа и настройки, и там все можно найти. Само меню мы рассмотрим чуть-чуть позже. А пока проследуем ко второму боту, который стоит здесь для того, чтобы раздавать транспорт, то есть такая точка аренды. И вот тут есть придирка, потому что хоть и ОБТ, и вообще к этой теме ОБТ мы еще не раз вернемся. Да, проект вышел в ОБТ, но точек аренды транспорта здесь нету, и это большая-большая проблема. Но, как я сказал, эту проблему мы обсудим чуть-чуть позже. Берем транспорт и выдвигаемся на первую точку нашего квеста. Но перед этим небольшое отступление. Совсем недавно я показывал проект на платформе 5M, назывался он Chillout. И я говорил там, что не хватает объяснений, не хватает пояснений для игрока, когда он приходит на какое-то рабочее занятие, он понятия не имеет, что ему надо делать. Все настолько неинтуитивно, настолько непонятно, что игрок просто теряется. Так вот, хочется показать вот этот проект и как он сделан. Здесь даже на карте, когда вы выбираете какую-то рабочую точку, да, рабочее занятие, даже на карте загорается значок, картинка, как это рабочее занятие выглядит. С кратким описанием. И это на карте. А когда мы приедем на само рабочее занятие, я вам покажу, как оно выполнено. А вот вы сейчас можете видеть, как это сделано здесь. Я просто выбираю рабочее занятие, и в углу карты загорается пояснение. Вот о чем я говорил, когда ходил по платформе 5М. Вот чего не хватает игрокам. Уникальное решение. Простое и в то же время гениальное. Которое предназначено для того, чтобы упростить существование игрока на проекте. Но как бы не нравилось мне это нововведение, я все-таки должен внести свою лепту замечаний. Когда вы пишете пояснение, малогабаритный дальнобойщик или крупногабаритный дальнобойщик, вы же должны понимать, что дальнобойщик это водитель, это профессия. Это профессия человека, водитель. Но не бывает малогабаритных водителей или крупногабаритных водителей. То есть вы написали, если переводить на русский язык, тонкий водитель и жирный водитель. Это неправильно. Это по-русски неправильно. Да это неправильно даже с точки зрения самой профессии. Малогабаритный или крупногабаритный бывает груз. Ну и судя по картиночкам, которые здесь представлены, речь идет о малотоннажном, среднетоннажном или крупнотоннажном транспорте. но никак не о грузе и не о виде его и размерах. Очень надеюсь, что к релизу вы это дело исправите и назовете правильно, а правильно это должно называться малотоннажный коммерческий транспорт или малотоннажные коммерческие перевозки, ну или среднетоннажные коммерческие перевозки. Вот как-то так, но не надо обзывать человека жирным, это неправильно. Ну а мы с вами движемся дальше, навстречу первому рабочему занятию, но по пути давайте заскочим в агентство по недвижимости, для того, чтобы понять, какая экономика на этом проекте, ну и поговорить, а должна ли быть экономика на проекте, на стадии ОБТ, вот такой, какая она есть. Вот оно, агентство недвижимости. Надо сказать, что интерьерчик прикольный, все сделано красивенько. Ну и оформление тоже стоящее. Я бы, например, еще добавил несколько других домиков, как видите, они все однообразные, но в принципе сделано очень и очень красиво. А вот ценники вызвали у меня недоумение. Как вы видите, самый минимальный дом последнего класса, сараюшка, грубо говоря, с одним машиноместом, стоит от 20 тысяч. Ну а дальше пошло по возрастающей до бесконечности, можно так сказать. И вот тут хотелось бы заострить внимание, а вот на ОБТ нужны ли вот такие цены? Кто за неделю сможет себе нафармить и протестировать самый дорогой дом? Да вроде бы никто. В самой экономике мы сейчас коснемся, и вы поймете, о чем я говорю. Просто запомните эти цифры, я вам сейчас их показываю. Ну а чтобы еще лучше углубиться в ценовую политику данного проекта, мы посетим и самый бюджетный автосалон, где продаются самые дешевые автомобили. Если говорить про магазин, то выполнено, в общем-то, хорошо, но простенько. Никаких характеристик особых нету, машинки появляются и движутся достаточно плавно. Есть покрасочки, есть двухсторонние покрасочки. Ну пока что представлен только вот такой вот стандартный тип автомобилей. Но разработчики обещают, что в дальнейшем у них будет и автомобили из Реала. Пока их очень мало, но они уже есть на проекте. Ну и вот сам магазин и цены. Минимальный автомобиль стоит 6 тысяч. Опять же таки запомните, да, дом стоит 20 тысяч, а машина минимальная стоит 6 тысяч. Ну вот так вот выглядит, в общем-то, автосалончик. Придирок особых нету, все простенько, но со вкусом, как бы я сказал. Главное, что все работает и движется очень плавненько. А это на самом деле дорогого стоит. Я неоднократно показывал автосалоны, где все дергается, лагает, невозможно что-то посмотреть. Ну в общем, здесь придирок особых нету. Да, простенько, но зато со вкусом. И все работает как часы. Ну и давайте двигаться все же таки уже в направлении нашего первого рабочего занятия. А чтобы получить нам это рабочее занятие, нам надо посетить еще одного NPC по этой вот цепочке квестов. Задания простые. Пойди купи продуктов, пойди купи одежду. Это я все упущу, я думаю, это не особо интересно. Ну а вот по рабочим занятиям мы с вами и пробежимся. И первым мне выпала работа на погрузчике. Но еще раз скажу, что здесь три точки респауна игроков. И у всех разные задания. Кто-то идет на работу грузчика, кого-то отправляют на шахту. Как я вначале и сказал, задумка очень интересная. Люди не копошатся в одном месте. Проект всех разбивает и размазывает по всей карте. Это сделано действительно замечательно. Ну так как мне выпала работа грузчика, я поехал в порт. Ну а в порту нас встречает вот та самая работа, про которую я как-то показывал на проекте GTA Live. Который, кстати, располагался на этой же платформе Alt-V. И принцип ее точно такой же. Устраиваемся на работу, получаем погрузчик. Кстати, точка появления погрузчика меня удивила. Почему так? Почему за забором? Зачем надо гонять игрока? Непонятно. Ладно, получаем погрузчик и ездим по точкам, собираем груз. Как это выполнено, вы знаете. Ну а кто играл и работал на проекте GTA Live, тот знает эту работу. Это один и тот же скрипт. Но здесь у меня есть ряд придирок. По самому скрипту он немножко багованный. Если вы опускаете виллы ниже нормы, ящик, который вы подцепили, начинает багаться. И второе, они разбросаны. Я имею ввиду ящики разбросаны, хрен знает как. Вот везде они валяются. Иногда это, как вы сейчас видите, попадается прямо посреди дороги. А здесь ездят другие погрузчики. И когда я поднимаю этот ящик, я мешаю людям. Хотелось бы, чтобы это было как-то более антуражно. Я прекрасно понимаю, что механика этого скрипта не позволяет ставить точки, например, вот так вот, как я сейчас показываю. Брать его с пандуса, брать его с автомобиля. Нет, вряд ли так получится. Но более антуражно можно было бы сделать. Можно было бы найти места, которые не будут мешать другим игрокам. Которые будут выглядеть более атмосферно. Например, около склада. Например, около вагона. Ну, в общем, над тематикой вот этого вот рабочего занятия я бы на месте разработчиков поработал. Ну, а сама работа прикольная. Действительно прикольная, мне очень нравится. К сожалению, здесь нету градации. То есть мы просто катаемся на погрузчике. Мы ничего не прокачиваем. Сколько бы вы ни ездили, зарплата будет та же самая, уровень будет тот же самый. Опять же таки, в отличии от GTA Live, где можно было прокачаться, да, перейти вообще на другую сторону порта. И там работать уже за другие деньги. Здесь, к сожалению, этого нет. Здесь тупо катаешься за 56 долларов. И вот тут мы переходим к той самой экономике, про которую я говорил. 56 долларов. Вот представьте себе, сколько надо кататься на этом погрузчике, чтобы заработать на минимальный дом. 20 тысяч. Да что там дом на минимальную машину? 6 тысяч стоит минимальная машина. Легко вычислить, да, 56 долларов. То есть нам надо сделать больше 100 ходок на вот этом вот погрузчике. Который, кстати, не очень-то быстрый сам по себе. Ну и сама эта работа. Подъехать, поднять, отвести, опустить. Это не быстро. Каждая ходка занимает, наверное, где-то минуту. Ну и сами вычисляйте, сколько это будет стоить. И вот тут у меня несколько вопросов. Если это ОБТ, зачем такие цены? Если это цены уже сбалансированы, то мне вообще становится непонятно, а сколько вы представляете себе должен играть игрок вот на этом рабочем занятии, а это занятие начального уровня. Вы больше никуда, в общем-то, не сунетесь. Вы будете здесь выдрючивать вот на этом вот погрузчике. Да, занятие интересное, но больше 100 ходок. И это только для того, чтобы заработать на машину. И я вам скажу, что здесь очень высокие потребности. То есть жажда и голод наступает очень быстро. Вам надо очень много жрать. И одна жрачка, которую вы купите в магазине, не поднимет вам коэффициент до конца. Чтобы полностью утолить жажду или голод, вам надо купить там 3 или 4 каких-то бутерброда и еще чего-то. Но наступает это очень часто. И очень много людей откисают от голода. Не знаю по каким причинам, но я заметил очень много валяющихся людей. Которому мы коснемся тоже чуть позже. Цены в магазинах, которые я тоже чуть позже покажу, тоже неадекватные. То есть бутерброд стоит там 150-95 долларов. Еще раз повторюсь, что работаем мы за 56 за одну ходку. И бегать в магазин вам придется очень и очень часто. То есть вот этими 100 ходками вы даже не отобьете себе машину. То есть вы не заработаете себе на машину. Потому что постоянная хавка срежет у вас процентов, наверное, 20 заработка. Так что к этим 100 ходкам, 100 с лишним ходкам, еще, наверное, прибавляйте где-то еще, наверное, 50 ходок. Чтобы еще отработать и жрачку. И вот как я и сказал, у меня несколько вопросов. Если это ОБТ, то зачем такие цены? Что вы тестируете? Ну а если это сбалансированная, по вашему мнению, экономика, то я вам скажу, это просто какой-то кошмар. И когда я коснулся вот этой вот темы жрачки, мне сначала стало непонятно. Ну я думал, что это не настроено. Но не может быть, чтобы так много человек должен был жрать. Это действительно какой-то симулятор жрачки. Но потом я понял, почему это. Чтобы вы не страдали от постоянного голода и жажды, вам нужно купить випку. Которая этот весь процесс замедляет в два раза. И обычно на своих обзорах я не лазаю в это донатное меню и даже его не показываю. Но здесь мне показалось, что слишком уж перегнули палку. Смотрите, что получается. Если ты не донатишь, если ты не купил за 2000, за 500 рублей випку, то ты будешь наказан. Ты будешь бегать за жрачкой и жрать целыми сутками. Как я и сказал, это будет симулятор обжоры. Чтобы этого с тобой не приключилось, иди-ка и купи випку. Я, например, ничего не имею против двукратного прокачивания персонажа по випке. Если я прокачиваюсь за час, он прокачивается за полчаса. Ничего против не имею. Не все могут сидеть сутками на проекте, и кто-то покупает випку просто для того, что у него нет времени. Но вот такая система, если не купил випку, будешь бегать за жратвой и забивать себе карманы жратвой, я считаю, это перебор. Это действительно перебор. Получается так, что игра и администрация наказывают человека за то, что он не донатит. Не донатишь, будешь бегать за жратвой целыми днями, целыми часами. И вот теперь пришло время вспомнить тех самых людей, про которых я говорил, очень много валялись откисшие от голода. Просто никто не может понять, почему так быстро наступает жажда и голод. Таймеры просто зверские. И я действительно, пока я АФКшил, а я, чтобы добиться третьего уровня, просто стоял и АФКшил. Так вот, я пока стоял, я просрал все деньги на жратву, которые заработал. В результате, забегая вперед, скажу, что ничего купить я не смог. Действительно, задротить на шахте или вот здесь на погрузчике, это очень тяжко. Чтобы добиться третьего уровня, мне пришлось АФКшить. И пока я стоял и АФКшил, я прожрал все деньги, которые заработал за время присутствия на этом проекте. Ну и, в общем-то, бог с ним, пусть это остается на совести разработчиков. А мы с вами движемся дальше и далее у нас по пути автошкола. Автошкола мне понравилась. Сделано прикольно, нестандартное место, очень интересный интерьерчик, прозрачный. Три кабинета, в одном мы просто разговариваем, в другом оплачиваем, в третьем сдаем. Сделано все интересно, здорово, но это все не работает. И это к тому, что это ОБТ. А я не устаю повторять о том, что ОБТ это последняя предрелизная, а зачастую и релизная версия теста. Теста проекта. А это говорит о том, что ни альфа теста, ни ЗБТ не было. Просто открыли, просто бегайте, просто ни хрена не работает. И если бы не работала только автошкола, которая, как я и сказал, выглядит вот таким вот образом и очень интересненько. Но не работает также и механика взаимодействия медиков. То есть, если человек откис, его медик поднять не может. Только с помощью администрации. Также не работает и нету аренды техники, я уже об этом говорил. Также нету возможности заправить технику, если у нее закончилось топливо. Короче, не работает половина проекта. Зачем вы открываете ОБТ, если у вас половина проекта ни хера не работает? И, как я и сказал, не работает и автошкола. Но сюда тэпнулся администратор и объяснил. И он это делал периодически. Тэппался и объяснял, что автошкола не работает. И вам всем, кто сейчас зашел, права будут переведены в виде подарка. Так, в общем-то, и произошло. Через какое-то время права меня догнали. Но вот только облегчения от этого никакого нету. Права на начальных уровнях вам вообще не нужны. Как я и сказал, купить машину практически невозможно. Если, конечно, вы не лютый задрот и не готовы здесь лезть сутками, зарабатывая на начальную машину, которая стоит 6 тысяч. Зарабатывая по 150, по 50 долларов в разных местах. Которые мы еще посмотрим. Ну, я вернусь к тому, о чем я и начал говорить. Зачем открывать ОБТ на проекте, на котором и так понятно, что не работает половина функционала. Вот зачем. И зачем загонять сюда людей и не давать им транспорт. По проекту валяются, кругом валяются мопеды, которые ты можешь взять в самом начале. Либо велосипед, либо мопед. Но они везде валяются и все без бензина. Нету функционала покупки канистры. Нету. Его вообще нету. Я как-то раз показывал проект, на котором тоже было ОБТ. Но там всем игрокам сразу же раздали по 10 миллионов каких-то местных денег. Вот покупайте, бегайте, тестируйте и отписывайтесь. А что тестировать здесь? Если ты существуешь на уровне бомжа, ты не можешь купить ни машину, ничего. Зачем открывать такое ОБТ? Что вы тестируете? То, что и так понятно, что поломано. Это мы будем тестировать? Вот абсолютно мне непонятно. Ну ладно. ОБТ есть ОБТ. Нас позвали. Мы играем. А значит мы переходим на следующее рабочее занятие, которое называется строитель. И вот тут уже в отличие от работы на погрузчике, есть разрядность. Сначала вам доступно только одно рабочее занятие, после второго уровня все остальные. Хотелось бы обратить внимание на одну деталь, которую я хотел показать еще в самом начале. Ходя по проектам 5М, я говорил, что нужна табличка. Когда вы устраиваетесь на работу, нужна разъяснительная табличка. Так вот здесь, хоть эта табличка и не нужна, потому что скрипты очень простые. Ну, к простоте скриптов мы вернемся чуть позже. Но здесь есть такая табличка. И вот этого не хватает на большинстве проектов на 5М. Именно это я имел ввиду, когда там ходил и рассказывал. И даже в одном из видео показывал. Ну ладно, вернемся к этому рабочему занятию, которое называется уборка мусора. Ну, а дальше вы можете заметить, заливка бетона, уборка инструментов и я сварщик. Опять к формулировкам, конечно же, есть претензии. Как и к крупногабаритному дальнобойщику. Примерно так же. В принципе, как я и сказал, скрипты очень простые. Точка А, точка Б. Идем на кучу гравия, берем мешок и несем его утилизировать. И что бы здесь, в принципе, хотелось бы сказать. Напрочь убран бег. То есть, когда вы берете мешок, вы больше не можете бежать. До этой кучи вы можете бежать. А с мешком вы бежать уже не можете. И на самом деле, в этом есть доля логики. И я даже скажу, что больше. Я двумя руками за, чтобы вы убирали бег. Потому что, когда на строительной площадке все бегают, это кажется, как будто на муравейне кто-то поссал. Спокойная ходьба, размеренная ходьба, она более реалистична. Присутствует какая-то атмосфера трудовой деятельности. Нежели когда все бегают, как сумасшедшие. Но, конечно же, присутствует НО. Дистанция. Просто неимоверно огромные дистанции. И когда вы идете от кучи до этого бачка пешком, это просто убивает. Это невозможно. Смотреть, как персонаж не спеша с этим мешком идет, 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 идет. Хочется застрелиться, серьезно. Почему нельзя сделать сокращенную дистанцию? Ну, поиграйте с экономикой. Ну, зачем заставлять игрока смотреть вот на эту вот нудятину, как идет ваш персонаж. Размеренно, с мешочком, 100 метров туда. Обратно, естественно, бегом. Потом опять пешочком идет, размеренно. А расстояние, я вам говорю, очень огромное. Почему нельзя сделать этот бачок гораздо ближе? Прямо в разы ближе. Пускай это будет стоить дешевле. Поиграйте с экономикой. Но вот такие вот пробеги, которые, ну, пробегами с натяжкой можно назвать, это просто ходьба. Нудная, тугомотная ходьба с мешком. Это кошмар. Я не смог сделать даже три ходки. Я ушел с этого рабочего занятия ждать, когда у меня откроется второй уровень. Ну, а ждать этого второго уровня я отправился на шахту. На ту самую шахту, про которую я говорил в начале ролика. Кого-то отправляет в порт, а кого-то на шахту. Вот на эту шахту мы сейчас и направляемся. Сама шахта, естественно, расположена в стандартном месте. Ну, и вот так вот это все выглядит. Рабочее занятие достаточно интересное, с одной стороны. Ну, а с другой стороны, оно достаточно банальное. Давайте потихоньку его разбирать. Устраиваемся у прораба и идем в такую вот... Я не знаю, как назвать это место. Это какая-то отмывочная, что ли. Здесь же мы переодеваемся. Здесь же точка получения инструмента. Что, кстати, очень и очень хорошо. Далее выходим в поле, так сказать. И вот тут в глаза бросается, ну, очень маленький маркер. Почему нельзя было сделать этот маркер, ну, раз в 10 больше, например? Что это такое? Что это висит? Я на некоторых проектах говорю, там, маленькие маркера. Но здесь это что за гигантизм? Я не понимаю. Ладно, оставим в покое этот маркер. Видимо, у человека рука дрогнула, и вот так он вам получилось. Далее же само рабочее занятие, которое выглядит вот таким вот образом. Мы подходим к этому маленькому маркеру, абсолютно незаметному, с расстояния всей карты, видимо. И все, что от нас требуется, это взаимодействие через букву Е. Когда мы нажимаем, он начинает бить киркой. Затем идет процентовка от колотого камня. Я уже не помню, там, сколько надо, раз 6, по-моему, по нему долбануть, или 7. Уж не знаю, сколько там надо по нему долбануть, раз по этому камню. И у нас в руках появляется булыжник, который мы несем вот в эту вот отмывочную, фасовочную, я не знаю, что это за... Как назвать эту локацию? Здесь у нас включается мини-игра. Флеш-наложение. Выполнено оно неплохо. Хоть я и не очень хорошо отношусь к этим флеш-игрушкам, но здесь оно сделано достаточно неплохо, потому что нету мультипликации, нет вот этой мультяшности. Если вы заметили, то раковина, когда мы к ней подходим, разделена на 3 секции. И 3 секции присутствуют и в этой мини-игре, в этой флеш-игрушке. Ну и что нам надо сделать? Нам надо отложить булыжники в левую раковину, а кристаллы в правую. Ну, в общем-то, все. Вот на этом и заканчивается это рабочее занятие. И мы получаем денежку. Это одно из самых высокооплачиваемых рабочих занятий на начальной степени. Но оно же и самое задротное. И вот к задротству. Давайте его немножко разберем. Я выскажу свое мнение, потому что я один из участников тестировочного ОБТ-теста. Я выскажу свое мнение. И мне кажется, что вот это вот дрочево с буквой Е, оно абсолютно бесполезное. Можно было бы сделать просто анимацию. Подошел, нажал Е, пускай он там 10 раз или сколько надо стукнет, но чтобы не мучить игрока. Почему я это говорю? Да потому что это бесполезные трудоусилия. Потому что игроку и так надо будет руками переворачивать эти камни во флеш игрушки. Вот в этой. Перекладываться в левую и в правую раковину. Если это как защита от бота, то здесь и так она достаточно сильная. Потому что тебе надо и идти в другую локацию, в это помещение, и потом в этой флеш игрушке еще раскидывать камни. Поэтому вот это дрочево с буквой Е около камня, оно абсолютно бесполезное. Я бы, например, его убрал. Пускай игрок хоть немножко отдохнет. Потому что, поверьте мне, перекидывать эти камешки, ну не самое легкое занятие. Тем более, что и срабатывает вот эта хватка руки, курсора, не очень хорошо. Ну и через какое-то время на самом деле это быстро надоедает. Потому что ты очень много времени тратишь, пока ты жмешь букву Е. Потом опять же таки, здесь нету бега, с камнем ты идешь только пешком. И потом вот это перекладывание камней из раковины в раковину. Занятие очень долгое. Ну, наверное, поэтому оно и оплачивается выше всех. Ну, вот такое вот у меня замечание по этому занятию. Еще одно из замечаний, это на этом же участке можно устроиться развозчиком щебня. Но вот только прораб тебе об этом не говорит. И многие подходят и смотрят, что им предлагают. Либо работать на шахте, либо возить щебень. И бегут туда к щебню. А щебень открывается только после третьего уровня. Но прораб тебе об этом не скажет. А вот это упущение. И люди много тратят времени просто на эту пустую беготню. Всем хочется сразу же сесть за руль этого грузовичка, а хрен там. Ты узнаешь об этом только, когда ты сядешь в этот грузовик. И тебя оттуда выкинет. А можно было бы сделать это ограничение прямо на уровне прораба. Но этого не сделано. Ладненько, вот такое вот, в общем-то, занятие. Нам надо следовать на следующее рабочее занятие. Но тут вступает в силу опять то, о чем я уже говорил. Транспорта нет. Вот как хочешь, так отсюда и выбирайся. Что это за ОБТ? Не устаю я об этом повторять. Ладно. ОБТ, конечно, не очень хорошее. Но нам надо двигаться дальше. Ну, а если быть более конкретным, то не дальше, а назад. Туда-обратно на строительную площадку. У меня открылся второй уровень, а значит, для меня открылись все остальные специальности, которые есть на строительной площадке. А это бетонщик, уборщик инструмента, сварщик, ну и еще чего-то. Двигаемся туда. Ну и что же здесь нас встречает? Опять флэш-игрушка. Ну, давайте обо всем по порядку. Сначала я выбрал профессию заливщика бетона. Выглядит это вот таким образом, как вы сейчас видите на экране. Мы подходим к некому бетоносмесителю, но вот для строительной площадки это, конечно, выглядит, ну так себе. У меня на даче бетоносмесители то больше. Можно было бы поставить для антуражности реальный миксер с бетоном. Просто вкопать его здесь насмерть нафиг. Ну, или поставить сюда модель бетоносмесителя. Такая модель здесь есть. Я ее знаю, она есть, например, в шахте. Но у нас выглядит это вот таким вот образом. Далее мы идем по трем точкам. И опять флэш-игрушка, про которую я только что говорил. Выполнено все вот таким вот видом. Ну, не знаю, я очень, так сказать, параллельно отношусь к таким флэш-наложениям. Мне почему-то это не нравится. Я больше люблю, когда более достоверная анимация. Но кому-то это нравится. В принципе, здесь сделано более художественно, нежели мультипликационно. А я показывал уже несколько проектов, где пытаются выйти вот таким вот способом из положения. А где же взять скрипты? А можно не брать скрипты, можно их не писать. Можно делать вот такие вот флэш-наложения. Здесь это более реалистично, что ли, сделано. Я показывал, как я уже сказал, несколько проектов, где это сделано в виде какой-то мультипликации. Там игрушечная дрелька, игрушечные какие-то листики, помидорчики надо собирать. Все такое нереальное. Но здесь это сделано вот таким вот видом. Проходим три точки и возвращаемся к тому удачному миксеру. И опять все повторяется. Дальше мы берем профессию сборщика инструментов. Как я уже и говорил, скрипты на этом проекте достаточно банальные. Точка А, точка Б. Следующее рабочее занятие уборщика инструментов. Мы ходим по строительной площадке, собираем три инструмента. После чего загорается точка, куда нам надо это положить. Ложим, загорается опять три точки с инструментами. Собираем эти инструменты вот таким вот образом, который вы сейчас видите. Опять ищем красный ящик, куда их надо складывать. Складывается все без анимации. Просто нажимаем, они убрались. Опять ходим, собираем инструменты и опять складываем их в ящик. В принципе, вот такие вот банальные скрипты, как я и говорил. А вот последний скрипт, на котором хотелось бы заострить внимание. На мой взгляд, самое придурочное решение, какое только можно было придумать. Работа сварщика. Опять флеш-игрушка, которую вы сейчас видите. Надо сказать, что не очень простая, потому что вам надо держать курсор в центре этого зеленого шарика. И ввести немножко вправо. То есть, вправо он идет сам, а вам надо курсор держать ровно вот в центре этого огонечка какого-то. Как только вы сдвигаетесь, флеш-наложение сваливается. И вам надо по новой все это дело проваривать. Опять отношения у всех по-разному. Кому-то это нравится, мне, например, не очень. Но, что мне точно не понравилось, это разброс точек. Это просто какой-то идиотизм, серьезно. Эта строительная площадка, это самая сложная строительная площадка, наверное, из всех, которые есть на карте Лос-Сантос. Она очень сложная в том плане, что проходы между этажей здесь не продуманы. Ну, потому что разработчики GTA-шки не думали же, что здесь будут играть роли-плей. Поэтому проходы здесь достаточно сложные. И надо сказать, что в самой игре, в синглплеерной части, эта строительная площадка вообще никак не фигурирует. Она просто построена и построена. Антураж есть и есть, и хорошо. Так вот, вам придется бегать между этажей. Причем пробеги между четвертым и первым этажом. А бегать надо будет с самого конца до самого конца. Это занимает просто неимоверное количество времени. Зачем так сделали, вот хоть умейте и не понимаю. Какой интерес гонять игрока. Мало того, что это никаким образом не похоже на работу сварщика, потому что сварщик не бегает по этажам. Ну, не бегает. Надо же хоть немножко отталкиваться от реализма. Сварщик работает на определенном участке. Зачем вы сделали такие пробеги? А бегать действительно очень сложно. Лестницы запутанные. Там хрен разберешься, куда надо идти. И вам придется бегать. От точки до точки. С первого этажа на четвертый. С четвертого на второй. Со второго на другой участок на четвертый. С четвертого этажа другого участка на другой участок на первый этаж. Какой-то бред. Мне вот такое впечатление, что разработчик сам не пробовал. Да я уверен, что не пробовал. И по всему проекту видно, что никто тут ничего не тестировал и ничего не пробовал. Просто, как всегда у нас принято, открываем ОБТ. Пол проекта не работает. Ни хрена не протестировано. Открываем ОБТ. Так уж у нас положено. В общем, это рабочее занятие. Занятие сварщика. Мне вообще не понравилось. Непродуманное, дурацкое, неинтересное. Если кому-то нравится флеш наложение, то да. Вам это может зайти. Но я вас уверяю, вы пробежите 3-4 точки и скажете, пошло бы оно все в адницу. Вот такое вот рабочее занятие, которое мы еще посмотрели. Ну, а меня же в дальнейшем ждала долгая ходьба, беготня, нуднятина. Но надо, правда, сказать, что в какой-то момент админ ко мне тэпнулся и предложил мне машину. Видимо, задолбались смотреть, как я бегаю через всю карту. Ну, а показывать мне на тот момент было нечего. Все, что было доступно мне со вторым уровнем, я показал. Следующее рабочее занятие, которое мне было доступно, это только на третьем уровне развозка щебня. Далее надо сказать, что четвертый и пятый уровень вообще никаким образом не задействован. Все начинается с шестого, седьмого и восьмого уровня. Но там идет банальщина, про которую я уже говорил. Там идет водитель автобуса, инкассатор, дальнобойщик, которых я уже упоминал, и газонокосильщик, который тоже с нулевого уровня. Но что-то мне подсказывает, что все это было давно-давно на проекте Red Age. Я думаю, что все это оттуда как раз-таки и взято. Ну и получается, что мне осталось показать вам всего одну специальность. Это развозчик щебня, которую я упоминал еще на работе в шахте. Она открывается с третьего уровня. Я АФКшил всю ночь. Здесь на сервере реальное время. То есть ночью здесь темно, днем здесь светло. Я всю ночь простоял в АФК, чтобы открыть себе третий уровень. Как я и говорил, пока я АФКшил, я просрал все деньги на жратву. Периодически приходилось заходить в игру, вызывать своего персонажа, кормить его и опять ставить в АФК. И так я стоял всю ночь, для того, чтобы показать вам вот это вот рабочее занятие, которое сейчас на ваших экранах. Суть ее проста, как и все скрипты на этом проекте. Подъезжаем на точку А, у нас в кузове появляется щебень. На самом деле, даже это уже радует. Не пустая машина, а со щебнем. Но было бы лучше, если бы это выглядело примерно вот так, как я сейчас показываю. Да, я заехал на кучу, но если умеете пользоваться картой, эту кучу можно убрать, а анимацию сыпающихся песка или щебня оставить. И тогда это будет выглядеть более антуражно. Но здесь это выполнено вот так. Встаем на точку, появляется щебень. Едем в город, встаем на точку, щебень исчезает. Но даже здесь разработчики не продумали. На обратном пути у меня кончилось топливо. А я говорил, что здесь нету возможности купить канистру. Либо заправляться на заправке, либо вот как я, стой и маши руками. Но если бы я был, например, в той же армии, конечно, кто-нибудь остановился бы и подкинул меня. Но мы находимся в ГТА, где людей сбивают, стреляют, обзывают и приезжают, естественно, мимо. Поэтому силы мои меня покинули. И я ушел с этого проекта. Ну и в конце, подытожив то, что я увидел здесь на проекте RISE, могу сказать, что проект не лишен какой-то своей изюминки. Очень много интересных идей я здесь увидел. Мне понравилось оформление. Но если говорить в целом про проект, проект это бюджетный. Собранный из банальных, легкодоступных скриптов. И немножко приукрашен флеш наложениями. В целом складывается впечатление, что это проект бюджетный, сделанный специально для коммерческих целей. Об этом говорит и Донат. Но это только мои впечатления и мои мысли. А если вам понравился этот проект, заходите, играйте, тестируйте, получайте удовольствие. Ну а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok